То есть и на Западе, вы считаете, ничего не появляется интересного, того, что можно послушать для того, чтобы позаимствовать или проникнуться чем-нибудь? Нет, там обязательно появляется, во-первых, потому что это на государственном уровне, это всё вторжение рок-музыкальное, оно до сих пор поддерживается и питается. Вот это инструмент воздействия, инструмент в определенной степени зомбирования и инструмент спеси определенной. Кто бы сказал бы, вот это Риакин говорит. Поэтому у них там постоянно что-то появляется, но просто мне уже это неинтересно. Я как раз был отзомбирован ещё в студенческие годы такими группами, как Pink Floyd, ну и так далее, и так далее. То есть имя им Легион. Здесь я надо, мне кажется, всё-таки надо как-то вот эту дефиницию какую-то привести, зомбирование. Что понимается под зомбированием? Под зомбированием? Что такое зомбирование системе координат Дмитрия Ревякина? То, что это вас отпечатало, то, что это... Ну, конечно, это меня задело, отпечатало. Это же негативная коннотация абсолютно очевидна в зомбировании. Вы считаете, что это плохо, то, что это на наше поколение отпечатано? Ну, это то же самое, что мы живём в многоэтажных домах, это тоже зомбирование, потому что мало ли какие мысли могут проникнуть в вашу черепную коробку. Вы считаете, что человек, который был вырос там, как вы, в сибирском посёлке... В Забайкальском. В Забайкальском, да. Сейчас леса горят там, да. Да, да. И человек, который в урбанистическом абсолютно социуме появился, они по-разному воспринимают и музыку тоже? Безусловно. Да? Ну, безусловно, потому что, например, вот даже про меня взять... Вот когда я приезжаю в Забайкаль и привёз туда вот новый наш крайний альбом, который называется «Контра», я его не могу там слушать, он там вообще никак не коррелирует с пространством, которое меня окружает. А когда я включаю там золотое толокно, там вот это всё как бы, да, вот это вот она, Евразия. Да, всё правильно, да, это всё аутентично. Поэтому такие резкие какие-то урбанистические ритмы, слова и новояза и так далее, это всё неорганично, это всё чужеродно для тех пространств. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.